Тетемес, Великобритания, армия покрывала пытки людей и убийства детей на Ближнем Востоке. Тетемес, Великобритания. 18 ноября 2019 года. Сегодня зазвучали требования о том, что необходимо создать независимую следственную группу для расследования страшных обвинений в совершении преступлений в их сокрытии британской армии. Согласно утечкам информации из засекреченных правительством документов, британские солдаты причастны к убийствам детей и к пыткам гражданского населения, а военное командование эти факты всячески скрывало. Военные исследователи вскрыли немало тревожных свидетельств, указывающих на то, что высокопоставленные командиры пытались скрыть воинские преступления, совершенные британскими военными в Афганистане и Ираке. Это было установлено в результате журналистского расследования Санди Таймс, Тосунда и Темес, и программы BBC Панорама, которая длилась целый год. Представитель Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдоналд, Стюарт Мчдоналд, заявил, что эти деяния являются грубым нарушением Женевской конвенции. По его словам, в такой ситуации необходимо обратиться в Международный уголовный суд. Он с презрением отозвался о попытках сокрытия этих преступлений. Нужно провести бескомпромиссный крестовый поход за правду, который должен быть свободен от политического вмешательства, сказал он. Общество явно заинтересовано в проведении расследования. Были обнаружены улики, свидетельствующие о том, что военнослужащие специальной авиационной службы, САС, спецназ Великобритании, примечания редакторов, совершал убийство, а военнослужащие из состава 42-го полка шотландской пехоты, черная стража, убивали заключенных, подвергали их избиениям, пыткам и отвратительным сексуальным надругательствам. Военные следователи также обнаружили свидетельства подделки документов, которые настолько серьезны, что по этому факту можно предъявить обвинение старшим офицерам. Прокуратура сообщила, что один из старших начальников специальной авиационной службы пытался помешать следствию. Эти свидетельства были найдены при проведении двух расследований, по преступлениям в Афганистане и в Ираке. Но в 2017 году эти расследования были свернуты по указанию министра обороны сэра Майкла Фэллона, Мичель Фэллон, и дело до суда не дошло. Следователи из обеих следственных групп выразили недовольство тем, что убедительные доказательства отмели в сторону по политическим причинам. «У нас из рук вырывали ключевые решения», — сказал один следователь. «Министерство обороны давило на нас все сильнее и сильнее, добиваясь закрытия этих дел в кратчайшие сроки». Эти улики и свидетельства анализировал бывший генеральный прокурор Лорд Макдоналд. Он заявил, для политика абсолютно предосудительно вмешиваться в расследование столь серьезных преступлений и закрывать дело до их завершения. Данные разоблачения могут привести к тому, что Международный уголовный суд начнет расследование военных преступлений британских военнослужащих, так как он обязан действовать в тех случаях, когда сами страны не призывают к ответу своих военных за нарушение Женевских конвенций. Сегодня Макдоналд призвал консерваторов отказаться от своих предвыборных обещаний внести поправки в закон о правах человека, потому что они могут лишить следственные органы возможности расследовать проступки находящихся на действительной военной службе военнослужащих, как бы давно они не были совершенны. Это обещание имело целью защитить ветеранов от давних исторических обвинений. На прошлой неделе премьер-министр сказал, что он внесет поправки в закон о правах человека, дабы защитить военных от судебных исков. А его партия рассматривает законы, с принятием которых будет очень сложно предъявить обвинение военнослужащему в совершении преступления со сроком давности более 10 лет. Сегодня также стало известно, что военная полиция и прокуратура вновь изучат обвинения в совершении правонарушений и их сокрытий. Официальный представитель Министерства обороны заявил, обвинения Санди Таймс переданы в военную полицию и военную прокуратуру, которые готовы их рассмотреть. В своем расследовании мы сосредоточились на трех событиях. Убийство троих детей и одного молодого человека, которые пили чай и предположительно были убиты стрелами в голову с близкого расстояния в своем доме в Афганистане в октябре 2012 года солдатам британского спецназа. Военная прокуратура должна была рассмотреть обвинения в совершении убийства, выдвинутые против солдата и его вышестоящих командиров, в том числе против одного офицера из командования полка. Но никаких действий предпринято не было. Предполагаемое издевательство над заключенными летом 2003 года на базе Кэмп Стивен в иракском городе Басра, что привело к смерти как минимум двух заключенных. Убийство иракского полицейского в августе 2003 года, которое якобы скрыл вышестоящий командир, использовавший сфабрикованные свидетельские показания одного из солдат. Этот солдат спустя несколько лет заявил, что они были сфабрикованы без его ведома. В процессе расследования двух воинских преступлений следователи собрали тысячи показаний британских военнослужащих и свидетелей, а также множество документальных доказательств. Министерство обороны заявило, военная полиция провела тщательные расследования в связи с обвинениями в адрес британских военнослужащих в Ираке и Афганистане. Независимая военная прокуратура решила не преследовать их в судебном порядке по этим делам. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Материалы на СМИ. Материалы на СМИ.